Дела в других государствах, например, в Израиле. Об этом пообщаемся с общественным деятелем главой некоммерческой организации «Израильские друзья Украины» «Israeli Friends of Ukraine» Анной Жаровой. Она присоединяется к нашему эфиру. Аня, привет. Добрый день. Аня, давай сразу всем скажем, мы с тобой давно знакомы, еще из Израиля, поэтому можем общаться на «ты». Супер. Аня, скажи, пожалуйста, в Израиле пророссийское лобби существует? Да. Оно существует, оно поднимает голову. Я должна сказать, что с начала войны, с 24 февраля, их практически не было слышно. Да, мы выходили на митинги, мы начали собирать гуманитарную помощь, но практически не было слышно этих голосов. Походу подвезли деньги, потому что мы вдруг несколько месяцев назад увидели очень сильную активность, начали выходить на демонстрации, особенно «Хайфа» сейчас у нас под прицелом, где выходят под израильскими флагами, с плакатами очень хорошо напечатанными, продуманными на иврите, где утверждается, что в Украине нацисты, Азов — это нацисты, и что в Израиле все, кто поддерживают Украину, тоже нацисты. Это главный нарратив, который мы слышим. И главное, что на этих демонстрациях самое ужасное и парадоксальное. С одной стороны, они кричат про нацизм, с другой стороны, они кричат «Аллах Ахбар» и «Ахмад Сила». Я не даже могу представить, какая каша в голове у этих людей. При этом ребят, которые занимают очень откровенную проукраинскую позицию, активисты, их шеймят в Фейсбуке. Мы обращались в прессу и в израильскую, и в, скажем так, русскоговорящую в Израиле, и в авритоговорящую. И, в общем, мы видим действительно, что во многих закрытых группах ведутся даже, не только конспирации, но, в общем, пытаются договориться, каким образом они выбирают, кто будет их следующей жертвой, на кого они будут выпускать всех собак в социальных сетях. Мы за этим всем следим. У нас во всех группах есть свои люди. Мы всегда знаем, что происходит. Мы знаем о каждом их шаге. Так, например, нам удалось предупредить посольство Украины, когда планировалась акция возле посольства в Тель-Авиве. И мы изначально приняли решение, что мы не будем делать противовес митинг, потому что это не, скажем так, это не стенка на стенку. С другой стороны, когда пришли эти 50 человек с израильскими и российскими флагами, обнаружили, что на стенах посольства написано остановить войну и что Путин преступник. Они были очень этим раздражены, пытались полицию заставить, снять этот огромный плакат. У них ничего не вышло. Поэтому у нас здесь своя война с пропагандой, которая каждый день набирает обороты, я должна сказать. И это тоже еще один вектор, скажем так, борьбы, которую мы ведем в Израиле, помимо всех остальных. Ань, скажи, пожалуйста, а в ивритеязычных СМИ каким-то образом изменилось отношение к этой войне, которую Россия ведет против Украины? Просто в первые месяцы можно было наблюдать четкую проукраинскую позицию. И если пророссийская позиция где-то просматривалась, то скорее в отдельных комментариях к статьям. Сегодня можно сказать о том, что появилось больше пророссийских статей? Не могу сказать, что появилось больше пророссийских статей. Наоборот, дело в том, что из израильских СМИ практически исчезли новости про Украину. И это то, о чем мы все время говорим. И мы пытаемся апеллировать к ивритской прессе и возвращать эту тему постоянно на повестку дня. Но дело в том, что сейчас начали, заговорили про Украину немножко уже в другом контексте. Потому что в Израиле выборы, они будут в ноябре. И поэтому тема Украины теперь рассматривается прессой, в том числе, как это повлияет, позиция политиков в Израиле. И изначально, кто какую позицию занимал с начала войны, как это повлияет на голоса избирателей. И я должна сказать, что да, все больше и больше аналитики, включая опросы, которые делали мы, например, проводил канал Ньюзру, где 75% или 78% русскоязычного населения в Израиле, а мы говорим про 12,5% всего населения, выступают очень однозначно против войны в Украине. Поэтому сейчас как раз политически мы услышим риторику некоторых партий, включая главы партии Ликуд, который заявил о том, что мы в рамках конфликта с Сахнутом, не конфликта, а скандала того, что Сахнут... Запреты на деятельность Сахнута в России. Да, запреты на деятельность Сахнута. И он высказал очень однозначно, что Россия наш партнер, ни в коем случае мы не можем нарушить наши отношения с ним. Ни одного слова о войне с начала 24 февраля и даже в этой речи. И поэтому даже сейчас в израильской прессе, в эритоговорящей прессе написали о том, что начинают отматывать назад, потому что получили огромный шквал именно с русскоязычной улицы и не только шквал критики, что Путин точно не по дороге с Путиным. И поэтому я думаю, что сейчас правые партии, особенно которые изначально занимали такую тихую пророссийскую позицию, можно сказать, нейтралитет, но он 100% был в сторону России, они начинают сейчас, видно, подсчитывать заново свои мандаты, расклады. И мы будем смотреть, что в ближайшее время, скорее всего, риторика эта будет меняться. Но нам не интересна риторика, нам, как активистам, интересны действия. Поэтому мы 100% планируем ряд действий, которые мы хотим привлечь политиков к очень однозначным высказываниям за не войну, против не войны. И понимаем, что это может повлиять на голоса избирателей. Аня, помоги, пожалуйста, сравнить масштабы происходящего. Я имею в виду пророссийские акции или акции в поддержку Украины. Пророссийские акции, они, ну, давайте скажем так, с начала войны в Израиле прошло порядка, я не знаю, 30 акций в поддержку, 30 плюс акций в поддержку Украины. Самая масштабная из них была 17,5 тысяч человек. Вышли 26 февраля, там были, мне кажется, все выходцы из России, Украины, бывших стран Советского Союза, израильтяне, туристы. Да, были все. И, в принципе, по сегодняшний день практически каждую неделю то ли в Тель-Авиве проходят акции поддержки, где выходит порядка 300-400-500 человек. Про российских акций было от силы три, где выходили люди по 20-30, максимум 100 человек. И это действительно одни и те же люди. Более того, я должна сказать, что к нам пришла информация. Мы ее проверяем сейчас, что, как я говорила, подвезли деньги, и мы в этом ни капли не сомневаемся, и что вот цена вопроса 250 шекелей. Мы не знаем, насколько это верно. Мы все время получаем информацию от людей, потому что они видят нашу активную позицию, они делятся разными источниками. То есть мы все время в курсе происходящего. И поэтому нельзя сказать, даже в ивритской прессе пишут про то, что тех, кто поддерживает Путина, и тех, кто поддерживает эту войну, мизерная часть. Это, мы говорим, это граничит с маргинальностью. Ну слушай, да, если подтвердится информация, согласно которой за 250 шекелей, это эквивалент приблизительно сколько там, 80 долларов, люди готовы поддерживать агрессора, который отдает преступные приказы и, по сути, совершает геноцид украинского народа. Ну, это уже о многом говорит. Я предполагаю, опять же, я предполагаю, что есть люди, которые выходят самостоятельно, потому что они действительно Ахмад Сила и Аллах Ахбар. То есть там вот это в голове, да. И эти люди не могут сформулировать ничего, скажем так, ничего самостоятельного. Все, что мы слышим в пропаганде, да, на пророссийской, ну, скажем так, российская адженда, копипейст. То есть, и поэтому, скажем так, мы понимаем, что с этим мы можем что-то сделать. То есть, потому что людей нормальных, складывающих 2 плюс 2, читающих на иврите, украинском, русском, английском, да, информации, которая в доступе у тебя. И израильтяне тоже по сегодняшний день, они продолжают поддерживать Украину. Куда бы ты ни пришел, в какой бы орган ты ни зашел, да, в основном, ну, институцию, когда ты говоришь, что нужна помощь Украине, ты практически всегда найдешь отклик того, что готовность помочь. Это, конечно, не коррелирует с позицией государства, нашего правительства. Но, опять же, я надеюсь, что это сейчас выборы на это очень сильно повлияют. Аня, наверное, основное опасение, которое сегодня неоднократно озвучивается, это усталость. У наших партнеров, у партнеров Украины есть свои дела, которыми они должны заниматься, которыми они должны уделять достаточное количество внимания. Конечно, в Украине хотелось бы, чтобы главной темой всегда в первых заголовках была Украина и помощь Украине. В Израиле наблюдается некая усталость среди тех, кто сегодня поддерживает Украину? К сожалению, да. И я должна сказать, что это не только усталость, но это и выгорание, потому что люди находятся в таком постоянном марафоне и эмоционально очень сильно включены, потому что там друзья, близкие, родные. И, в принципе, очень много, важно понимать, что именно с Израиля очень много волонтеров, как находятся в Украине, на границах с Украиной. Они видят, слышат из первоисточников, что там происходит. И, наверное, в таком ритме, находясь пять месяцев, очень сложно оставаться постоянно включенным и отдавать ресурс. С другой стороны, я должна сказать, что все время подключаются новые люди. И это мы видим на акциях. И появляются все время новые инициативы. Пусть они маленькие, там, нескольких человек, какой-то группы людей. Но я вижу, что объединяясь, когда мы проводим какие-то, опять же, мероприятия, ивенты, этнохутор, который показал фестивали еврейско-украинского наследия, куда пришло более 4 тысяч человек. Это действительно большая цифра для Израиля, для такого ивента, куда пришли также ивриты-говорящие, не только выходцы из бывших стран Советского Союза. И все пришли поддержать Украину, задонатить. И, конечно, есть усталость. Конечно, мы видим, что и финансовая поддержка финансовая, которую мы пытаемся также привлекать, для закупки бандажей, аптечек, турникетов, она опускается. С другой стороны, все время появляются новые идеи. И люди, которые активны, то есть генерят очень креативные идеи. И мы продолжаем. То есть мы знаем, что... Мы понимаем здесь, в Израиле, что от победы Украины зависит полностью будущее этого мира. Ну, однозначно. И Израиль тоже. То есть он в этой геополитике, может быть, опять же, у нашего правительства свой какой-то расклад, который они видят. Но мы точно так же на 100% заинтересованы, чтобы Украина выстояла, наши друзья выстояли. Поэтому, несмотря на усталость, те, кто с нами, а это немало людей, будем продолжать помогать всем, чем мы можем. Анне, в преддверии парламентских выборов, наверное, никто не ожидает изменения позиции, официальной позиции Израиля в отношении этой войны. Как ты считаешь, после того, как выборы состоятся, какова вероятность того, что Израиль, например, присоединится к антироссийским санкциям? Все зависит от того, кто победит. Потому что здесь, во-первых, мы действительно не знаем, чем закончатся эти выборы. И, как мы понимаем, есть два лагеря. Если победит правый лагерь, я не думаю, что позиция поменяется, я думаю, что она еще ухудшится. И это, главное, наше основное, скажем так, наше переживание. Если победит либеральный лагерь, ну, центристский, можно так сказать, то тогда с большой вероятностью будут изменения. Потому что, опять же, мы видели готовность того же министра здравоохранения Оровица, который принадлежит партии Меретс, выделить деньги на прием раненых в Израиле. Это не про санкции, но это про помощь. С другой стороны, министр из другой партии не дал на это разрешение министр финансов. Он не разрешил этот проект. Мы видим готовность от Бенни Ганса, нашего министра обороны, каким-то образом помогать Украине. Но, опять же, все эти инициативы, они принадлежат с английскому лагерю. Поэтому все зависит от того, кто победит. Ань, спасибо большое за то, что прокомментировала ситуацию. Спасибо за поддержку. Это, наверное, самое важное сейчас. И спасибо вам, что пригласили. И усил, мы разума досов. Я сказала, мы на украинском вместе до конца. Спасибо. Спасибо большое. Анна Жарова была с нами на прямой связи. Спасибо.